Надо же быстро лутаться, лутаться, пока не убили. Так, подождите, чё там такое? Всем привет, дорогие друзья, с вами Femix, и сегодня вышла финальная серия Игры Престолов. Я, конечно, был под впечатлением, думаю, многие не примут финал. А, да, и в бетке в Call of Duty, наконец, появился режим Battle Royale, который сейчас мы довольно-таки подробно разберём. И перед битвой вам сначала надо снарядить своего бойца, то есть, да, здесь не всё так просто, вам нужно выбрать профессию. Например, скаут пуляет кошку, и как Бэтмен может забраться на любое здание, механик запускает своего дрона, который может что-то, ну, не знаю, найти, клоун может поставить роботобомбочку, защитник ставит заграждение, ну, а медик, собственно, медитирует, естественно. Также вы можете выбрать себе персонажа, например, того же призрака, но не рекомендую ставить в этот портфель, а то вы с ним как большое зелёное пятно, прям ходячая мишень. Выбираем сквад и очухиваемся в полигоне. А, и давайте я вам покажу Бэтмена, собственно, как эта кошка работает. Ёп, видели-то, видели! Падать вы, кстати, здесь можете с любой высоты, то есть, либо у вас сработает ваша белка-летяга, ну, либо вы просто не получите урона. Ну, а теперь начинается самое интересное. Вылет в зону боевых действий. Это представлено настолько пафосно, как в каком-нибудь боевике. Место действия необитаемый остров. Секретная операция под кодовым названием «Убить мать драконов». Сержант Фомикс выдвигается со своей группой, дабы надрать задницу 100 человеком. Короче, здесь дофига вертолетов и самолетов, но все равно все участники находятся в последнем. И, ну, как бы вас сопровождает огромная эскадрилья, флот. Прыгаете вы все вместе, но впоследствии можете разделиться. Падение и приземление вместе, ну, просто очень эффектно и красиво смотрится. А главное, быстро, то есть, вам не надо ждать хреновую тучу времени, пока вы провисите там в воздухе. Да, ребят, и сейчас мы пролетаем над самой жопой этого острова. Это, видимо, заброшенная военная база, и сейчас я покажу вам один... Ну, во-первых, в том месте, где я приземляюсь, есть такая секретная нычка. По-разному бывает. Бывает оружие, бывают какие-то припасы или лечилки. Но, кстати, как в Апексе, здесь разбросаны такие контейнеры. А теперь посмотрите вон там, что написано на той ракете. У вас че, какие-то проблемы? А? О, СССР? И можно уже делать выводы, где, собственно, все это дело происходит. Вообще, эта военная база представляет себе просто какое-то невообразимое месиво. Здесь самая жесть происходит. Я серьезно, хотите пожить первые 10 минут, то держитесь от нее подальше. Ибо большая часть, в основном, сюда и приземляется. Кстати, в хорошее место спрятаться от всех этих ушлепков, вот как раз-таки под этой ракетой. Там и припасы есть. Ой, парень, тебе что, нужна хилка? Ну, да, я словил вот такой жесткий баг. Сейчас мы его похилим. А еще тут есть зомбаки. Да, короче, этот батл ролл настолько намешан, здесь куча механик. И надо же и зомбаков всунуть. Они здесь вообще не к месту, просто иногда кучка из трех зомбаков на тебя там где-нибудь нападет, и все. Их даже, на самом деле, очень тяжело встретить. Это очень смешно, лишь бы что впихнуть в игру, блин. Чуть не забыл, здесь есть вертолеты. Вы можете пользоваться летным транспортом. Блин, это очень круто. Ну, помимо вертолета и транспорта, здесь еще есть двухместный джейпик и четырехместный джейпик. Теперь переднемся к всем более детальному обзору. Во-первых, как известно, эту игру разрабатывали те же разработчики, что и сделали PUBG Mobile 10 Cent Games. И у них чувствовалось, как уже набита рука, и это, в принципе, тот же PUBG, но сюда они добавили эти популярные механики из Apex. Во-первых, это профессии со своими скиллами. Да, там были персонажи, а здесь уже профессии. А во-вторых, здесь вы уже можете оживить своих союзников. Да, у меня только один раз сыгралась команда, когда они особо не тащили, но оживляли друг друга. То есть, вам надо, когда вас убьют, чтобы ваш союзник успел подобрать ваш жетон. Затем у него появится кнопка респаун, и вы появитесь на самолете. И опять сможете десантироваться. Только вы потеряете абсолютно все, но у вас будет один пистолет. Это, кстати, было очень странно для меня, потому что в других играх я убивал, но проигрывал. А здесь наша команда практически, ну, убила все вместе, 4 человека. И это был единственный раз, когда мы выиграли. И здесь уже, как никогда, нужна поддержка твоих товарищей. Если опять вернуться к теме Апекса, здесь опять, знаете, эти те же огромные чемоданы или кейсы с оружием. И, ну, такие же подкаты. Кстати, вот, это я сейчас воскрешаюсь. Что об окружении, графике в целом и атмосфере, здесь, ну, очень круто. PUBG в сравнении с Call of Duty, ну, настолько невзрачный, настолько, ну, унылый, что ли. Здесь очень яркие краски, офигенное окружение. Я находил православную церквушку разрушенную. И рядом, знаете, ну, тоже такое разрушенное поселение в стиле, не знаю, сталкера. Знаете, опять это советско-бомжатская романтика. Я уже в который раз удивляюсь батл-ройлом от китайцев. Какие они делают огромные шаги. Я особо не люблю батл-ройл, но учитывая их популярность на мобильном гейминге и, ну, то, что я снимаю канал по мобильным играм, мне приходится сталкиваться с разными батл-ройлами, и я каждый раз удивляюсь, как китайцы пытаются меня всеми силами заставить. И я каждый раз думаю, блин, а этот батл-ройл неплохо, а интересно. Этот Call of Duty опять даёт несколько вдохов свежего воздуха, после которого я проведу несколько вечеров грёбанной батл-ройл. Ну, а под конец хочу сказать, что мы выиграли всего один раз, не когда пытались убить как можно больше народу, а когда пытались сохранить друг друга. И новые механики Call of Duty заставляют немного по-другому взглянуть на батл-ройл. Ну, а на этом, в принципе, всё. Если вы были неравнодушны к видео, то не поскупись, поставь лайк. А если пацан вообще ничего могёт, то можно и подписаться. Ну, а с вами был Фэмикс, на этом всё, ссылка на Call of Duty в описании, может быть, я ещё её постримлю. Всем спасибо, всем удачи и всем пока!